Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование позитивное, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Здравствуйте, в эфире программа «Абонент доступен». Как уже было проанонсировано, сегодня гости нашей программы дистанционно Ася Казанцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Биолог, научный журналист, лауреат российской премии «Просветитель», автор научно-популярных бестселлеров, магистр когнитивных наук. Сейчас Ася учится в Брестсельском университете на магистратуре по молекулярной нейробиологии. Все ли так? Поправьте, если… Ну, наверное, не совсем правильно называть меня биологом, потому что у меня много биологических образований, но работаю я именно популяризатором науки, то есть рассказываю про науку другим, вместо того, чтобы проводить свои исследования. Ася, вот насколько мне известно, вы много ездили по России, может быть, и не только по России, с лекциями, как вы уже сами сказали, популяризируя науку, выступали в том числе и в СМИ, и многие видеоматериалы ваши есть в открытом доступе на Ютубе. Я не знаю, читаете ли вы комментарии под этими видео, но я ознакомилась с ними, и многие пользователи пишут, какая умная девочка, женщина, мозг, знаете, удивляясь… У вас какое-то искажение восприятия, потому что обычно все пишут, какая ужасная дикция, какая нелегкая девочка, она совсем младкая. Это тоже я просто сейчас не хотела на этом внимания акцентировать. Я просто к тому, что кто-то нарочито до сих пор подчеркивает какую-то гендерную вашу принадлежность, мол, женщина и умная, это, знаете, до сих пор удивление. Может быть, давайте с вами развеем миф или, наоборот, его подтвердим касательно отличия женского и мужского мозга. Вот при условии, знаю точно, что у обоих людей одинаковая масса тела, ну, например, мужчина и женщина весят 70 килограммов оба. Вот что здесь с мужским мозгом, а что с женским? Смотрите, когда мы пытаемся найти какие-то отличия между мозгом мужчин и женщин, то нам иногда удается это сделать, когда мы берем 10 тысяч мужчин, усредняем данные, берем 10 тысяч женщин, усредняем данные. Но потом, если мы нарисуем две эти совокупности данных на одном графике, то мы увидим, что мужская и женская гаусианы очень-очень сильно перекрываются. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что у людей есть очень большие индивидуальные отличия. Мозг любого конкретного человека может быть больше или меньше, разные отделы могут быть в нем развиты лучше или меньше, независимо от того, мужчина он или женщина. Поэтому, если даже мы, усредняя все данные, какие-то отличия между людьми находим, то эти отличия все равно ничего не позволяют сказать конкретно про меня, конкретно про вас, конкретно про вашего оператора, мальчика, ну и так далее. А, ну скажите, по вскрытию можно определить, это мозг женщины или мужчины? Вы знаете, нет, гораздо проще посмотреть в паспорт. То есть, отличия в размере могут быть в обе стороны. Средняя масса мозга мужчины и женщины, как правило, не отличается или почти совсем не отличается на какие-то доли процента, связанные скорее с массой тела. Можно попытаться покрасить какие-нибудь участки, связанные непосредственно с контролем за гормональными циклами, взять гипоталомов, покрасить там некоторые ядра, посмотреть под микроскопом. Там, в принципе, можно будет найти какие-нибудь отличия, связанные, скажем, с контролем за менструальным циклом, потому что, естественно, у женщин лучше развод контроль за менструальным циклом в мозге, чем у мужчин. Но значит ли это, что у мужчин тоже есть какая-то область, которая подразумевает какой-то контроль, но там просто не происходит никаких, допустим, реакций нейронов? Ну, ничего там не происходит, ничего там не развивается, потому что у нас развиваются те участки мозга, которыми мы пользуемся. Скажите, вы как-то в одной из своих лекций упоминали, что по вскрытию можно даже отличить мозг музыканта от шахматиста, мозг гомосексуала от гетера, и даже мозг либерала от консерватора. Вот вопрос, как можно узнать… С такой же степенью точности мозг мужчины от мозга женщины отличить тоже можно. А как это можно о взглядах человека на жизнь узнать по вскрытию, проводя какие-нибудь исследования? Смотрите, опять же, здесь тоже с определенной долей вероятности. То есть когда мы сравниваем группу из ста мозгов музыкантов со ста мозгами не музыкантов, тогда мы можем сказать довольно уверенно, какая из этих групп – это мозги тех, кто занимался музыкой. Для индивидуального человека совершенно необязательно мы такое сможем понять и увидеть. А речь идет о том, что мы тренируем те участки мозга, которыми мы пользуемся. Есть такая поговорка «use it or lose it», английское «используй или потеряешь». Мы, если какими-то участками мозга не пользуемся, не гоняем по ним электрические импульсы, то они не развиваются. И наоборот, если мы каким-то участком мозга много пользуемся и гоняем по нему много электрических импульсов, то он изменяется анатомически. Это, наверное, главное, что поняла нейробиология в XIX веке, что каждый раз, когда мы тренируем какой-то навык, мы задействуем какие-то конкретные нейронные контуры, и это вызывает перестройку синаптических связей, перестройку прочности связей между нейронами настолько сильно, что это можно даже заметить на анатомическом уровне, можно заметить это по структурной томограмме. Здесь есть много всяких знаменитых исследований. Самое знаменитое – это исследование про мозг таксистов в Лондоне. Расскажите. Если вы хотите стать таксистом в Лондоне, то вам нужно сдать экзамен, во время которого вам запрещено пользоваться GPS. То есть вы должны все 25 тысяч улиц в Лондоне помнить наизусть, как от одной к другой поехать. Поэтому для того, чтобы водить вот этот вот черненький кэп из кино, люди реально тренируются месяцами или годами для того, чтобы стать этот экзамен. То есть это возможно запомнить, держать в голове действительно, вот как вы сказали, 25. Карту города. Ну, так же, как мы помним с вами карту тех городов, в которых мы живем, но тем не менее, они должны действительно помнить ее хорошо, и они специально тренируются, специально учат. И если вы возьмете людей, которые собираются стать таксистами, и которые не собираются стать таксистами, и сделаете им структурную томограмму, и посмотрите, в частности, на плотность серого вещества в гипокампе, а гипокамп — это отдел мозга, связанный с памятью и связанный с пространственным мышлением, то поначалу вы никаких отличий не заметите. Но потом дальше вы ждете два года, и через два года еще раз делаете томограмму всем тем же самым людям. У вас теперь уже три группы людей, те, кто хотел стать таксистами и на самом деле стали таксистами, сдали экзамен, те, кто два года назад хотел стать таксистами, но передумал, решил, что им тяжело не стал учиться, не стал ставать экзамен, и те люди, которые не собирались стать таксистами, и в итоге ими не стали, вы им всем еще раз смотрите на гипокамп, и видите, что у тех, кто действительно стал таксистами, в задней части гипокампа плотность серого вещества увеличилась на треть, потому что они настолько интенсивно тренировали свой гипокамп для того, чтобы запомнить все эти маршруты, что у них от этого анатомически изменился мозг, и вот эти 30% отличий — это гораздо больше, чем мы можем найти между любыми мужчинами и женщинами, вообще, чем между любыми биологически обусловленными группами людей. Мы действительно гораздо больше меняем мозг из-за индивидуальной тренировки, чем из-за того, к чему нас природа предрасполагает. Ну, пример с таксистами, который хорошо объясняет плотность серого вещества, в виде запоминания улиц, понятен даже, может быть, продолжая эту линию, понятно отличие шахматиста от музыканта, а как понять мировоззрение, взгляды человека по мозгу консерватора от либерала, как вы уже говорили? Как это можно выявить? То есть, с каких взглядов придерживается человек при жизни? Тем более, эти взгляды могут меняться. Ну, смотрите, там есть много исследований, как психологических, так и нейронатомических, они все, естественно, основаны на корреляциях. То есть, мы берем людей, расспрашиваем их про их взгляды политические, и ищем корреляции с какими-то устойчивыми очертами характера или с какими-то особенностями устройства и физиологии мозга. И там, конечно, поскольку люди разные и сложно устроенные, есть некоторые проблемы с воспроизведением данных. То есть, бывает, что в одном эксперименте что-то показали получилось, в другом эксперименте проверяли то же самое и не получилось. Основная группа гипотез там связана с тем, что у них по-разному работает амигдала, она же менделевидное тело, это центр страха. То есть, если людям показывать разные всякие страшные картиночки, пауков, жапы, кровищу и так далее, то у людей амигдала, центр, связанный со страхом, реагирует либо сильнее, либо слабее. И вот находили корреляции, показывали, что люди-консерваторы склонны бояться сильнее. Больше, да. Чтобы им показывать картинку паучка, и у них амигдала активируется больше. И предполагалось, что, вероятно, они, в принципе, боятся всего неожиданного, боятся всего нового, боятся, как бы чего не вышло, потому что они биологически больше предположены бояться, поэтому на всякий случай принимают охранительные законы. Но ещё раз, есть эксперименты, в которых это удавалось показать, и есть эксперименты, в которых не находили такой связи. То есть, исследования продолжаются, пока что дело тёмное. Ну, поскольку вы говорили, что где-то подтверждались, исследования нет, но они до сих пор ещё ведутся, вот насколько на сегодняшний день изучен мозг человека? Можно как-то, может быть, выразить в процентном эквиваленте осведомлённость по отношению к неизвестному? Смотрите, я могу вам сказать, что мозг изучен очень хорошо, великолепно, потрясающе круто. Я могу вам сказать, что в мозге ничего не понятно, и то, и другое будет правдой. Потому что, вы знаете, есть такая метафора круга знаний, что задача человечества в том, чтобы расширять сферу, внутри которой находится известная. Но проблема в том, что по мере того, как мы её расширяем и расширяем, всё больше становится неизвестного, да? Увеличивается, да, и длина окружности этой сферы тоже увеличивается, то есть увеличивается протяжённость границ между известным и неизвестным, количество вопросов. То есть, с одной стороны, про мозг известно настолько много, что ни один нейробиолог, ни один специалист по мозгу совершенно точно не знает всего, что сегодня человечество как команда знает про мозг. Вы вот упомянули, когда меня представляли, что у меня была одна магистратура по нейронукам, а сейчас у меня другая магистратура по нейронукам. И кто-то удивляется, зачем тебе две магистратуры на одну и ту же тему? Неужели не скучно учить одно и то же? Но на самом деле они вообще не перекрываются, потому что первая была с упором на макроуровень, на то, как разные отделы мозга друг с другом взаимодействуют, и как с помощью экспериментальной психологии в том числе это можно изучать. А вторая про молекулы, про то, что происходит внутри нейронов, и как они обмениваются сигналами. И там, и там информации накоплено столько, что не просто хватает на магистратуру, но и на аспирантуре, и на докторантуре, огромное количество разных людей. Но при этом всё равно ничего не понятно. Просто уровень этой непонятности, степень этой непонятности, она не на том уровне, на котором можно представить повседневные реальности. То есть дело не в том, что мы не знаем, почему мозг меняется в ходе обучения, а вопросы стоят на уровне, почему, когда поток кальция в клетку большой, то это способствует встраиванию ампорецепторов в мембрану, а когда поток кальция в клетку маленький, то это способствует миграции ампорецепторов из мембраны. То есть это вопросы, которые едва ли представляют интерес большой для широкой общественности, до того, как общественность расскажешь, при чём тут ампорецепторы, почему это круто. Но, тем не менее, изучаются именно конкретные детали, и их ещё очень много, где можно изучать. Ну, поскольку вы уже начали говорить о работе внутри нейронных, может быть, от общего как раз к частному, я так понимаю, это сейчас предмет вашего изучения, мы с вами уже когда общались до эфира, я упомянула, что Латвия отчасти может назвать билингвальной страной, да, большинство жителей знают, ну, два языка, мне кажется, стабильно. И вот проводились ли исследования мозга людей, владеющими несколькими языками, и что их отличает от других? Смотрите, исследований проводится много. В общем и целом, похоже, что у человека замечательная способность владевать языками, и человек действительно может завести больше одного родного языка, и когда сравнивают скорость и качество развития речевых навыков между детьми, которые растут в билингвальной среде, и детьми, которые знают только один язык, то иногда в некоторых исследованиях, опять же, не во всех, получается, что дети, которые живут в среде из двух языков, овладевают обоими этими языками медленнее, но эти отличия проявляются только в раннем возрасте. То есть в пять лет степень развития каждого языка у билингвального ребёнка ещё может быть ниже, чем у того ребёнка, который живёт только в среде с одним языком. Но где-то к школьному возрасту, к годам, к восьми, к девяти, эти отличия выравниваются, и человек владеет двумя языками, которые он учил, в среде которых он находился одинаково хорошо, и дальше, конечно, на всю жизнь получает преимущества серьёзные перед теми, у кого есть только один язык. Некоторые люди говорят, что никак не могут выучить язык, мол, он им не даётся. Может ли мозг человека действительно не воспринимать информацию, то есть противиться ей? Вообще существует такое понятие, знаете, одному дано, а мне не дано? Или это отговорка? Да и нет. Да и нет. Когда мы говорим о здоровых людях, то любой здоровый человек может выучить всё, что угодно. Это прямо точно. Но да, действительно может отличаться количество усилий, которые мы к этому прилагаем. То есть если мы говорим о том, что у одного человека есть способности к языкам, у другого нет способности к языкам, то это может означать, что одному объяснят английские неправильные глаголы, он поймёт и запомнит их с первого повторения. Но там не с первого, именно слова сами не запомнят, но несколько раз повторит в течение нескольких дней и всё уже запомнит. А другой человек, про которого мы говорим, что у него нет способности, ему нужно будет три раза это объяснить, а потом ещё несколько недель ему нужно будет их повторять для того, чтобы их запомнить. То есть он потратит больше времени, но всё равно в конечном итоге они оба, если им это нужно, будут помнить неправильные глаголы одинаково хорошо. У нас пользователь Виталий спрашивает у вас по WhatsApp, можно ли по виду черепа определить таланты человека? Нет, нельзя. Это из XIX века пишет нам пользователь Виталий. По WhatsApp пишет из XIX века. Да, искали долго, была целая наукофренология, но, к сожалению, не подтвердилась. Потому что, хотя, да, действительно, мы знаем, что обучение изменяет мозг, но оно изменяет его именно на микроуровне. Это на анатомию мозга влияет мало. На структурную томограмму можно увидеть, но настолько, чтобы у нас какие-то шишки в черепе разбухли, и череп продавился под действием развитой коры мозга. Нет, такого не бывает. Я правильно понимаю, что наше поведение, ну, каждого человека индивидуально, оно определяется результатом активности тех или иных нейронов, да? Ну, да. И, как я понимаю, в мозге, вы рассказывали, неоднократно происходит конфликт, потому что каждая область хочет своего, да? И есть целая наука, нейроэкономика, которые как раз отвечают за эти принятия решений. И я часто задумываюсь о характере человека, о поведении, пытаясь понять, почему мы поступаем так или иначе. Может быть, я вам объясню на конкретном примере. Вот, допустим, представим положительную семью, ну, в общепринятых представлениях положительную семью, и, допустим, у них рождаются близнецы, и, ну, для пущего примера, пусть это будут монозиготные близнецы, да? Да, то есть кинетически одинаковые. Да, и они воспитываются прекрасно, они оба не обделены любовью, они в ней купаются, они получают хорошее образование. Но потом получается так, что, например, один становится учителем, а другой, не знаю, серийным маньяком и убийцем, да? Есть ли вот в этом случае правильный и неправильный мозг? И почему так происходит? Есть какой-то ответ на это? Существуют ли в реальности такие случаи, чтобы один близнец становился учителем, а другой близнец становился серийным убийцей? Я не знаю, знакомы ли науке такие случаи, поэтому, может быть, вы о них слышали, если нет, тогда я понимаю, ну, с этого невозможно прокомментировать. Мы знаем, что гены влияют на поведение, мы знаем, что действительно, если мы сравниваем пары однояйцевых близнецов, то они по поведению своему, по самым разным его чертам, как бы мы их ни мерили, оказываются похожи друг на друга сильнее, чем разнояйцевые близнецы, которые всё равно родились одновременно, росли в одной среде, и тем более, чем какие-то другие люди из разных семей, или даже братья и сёстры разновозрастные. Но при этом гены никогда не определяют поведение на 100%, они могут максимум формировать предрасположенности. Условно говоря, какая-то комбинация генов, влияющих на работу мозга, приводит к тому, что человеку комфортно в условиях конкуренции, что человек склонен к соревновательностям. Но при этом, как конкретно это проявится в реальной жизни, это, конечно, зависит от среды. Может быть, он пойдёт, станет спортсменом, будет со всеми соревноваться, а может быть, он пойдёт, станет, я не знаю, лидером преступной группировки, которая будет соревноваться с другими группировками, или политикам, или, ну, мало ли, то есть вариантов разных много, и как раз среда помогает нам выбрать, какой вариант существует, но действительно есть некоторые предостоложенности, людям может быть более или менее комфортно в условиях, скажем, соревновательности. И если мы представляем себе вашу гипотетическую ситуацию, в которой один человек стал учителем, а обычно стал маньяком... Ну, судя по всему, она невозможна, да, и вот сказано вами, она, в принципе, невозможна. Ну, смотрите, понятно, что люди, они настолько разные, настолько сложные, что, да, они могут стать кем угодно, но, если честно, я не думаю, что его брат такой уж хороший учитель. То есть, возможно, просто они оба стремятся к власти, стремятся к доминированию, и один из них выбрал реализовывать это за счёт того, чтобы быть учителем и кошмарить маленьких бедных первоклассников битих линейкой, а другой прямо сразу стал маньяком. А вот в этом плане что такое, не знаю, темперамент, характер человека, и можно ли его переделать, да, вот, или это правильный или неправильный мозг, как я уже сказала раньше, и вообще человек, как биоробот, он склонен подаётся изменениям? То есть, или мы уже, знаете, у нас есть какие-то заводские настройки, обусловленные нашей средой, как вы уже сказали, генетикой, и, в принципе, мы всю свою жизнь себе не изменяем. Очень сложно из плохого человека сделать хорошего и наоборот. Я думаю, что из плохого человека легко сделать хорошего и наоборот. Я думаю, что большинство людей, в принципе, не хотят быть плохими. Мало кто просыпается утром и решает, вот сегодня я сделаю столько-то гадостей, злобностей и глупостей. Обычно люди сильно зависят от той среды и условий, в которых они живут, и они могли бы быть хорошими, честными людьми, если бы они жили в хороших, честных условиях, и наоборот делают глупости, прогибаясь под давлением среды. Ну, про это очень много написано, про это очень много говорили, особенно вот после Второй мировой войны, да, про банальные слова, про то, что большая часть всех этих добропорядочных буркеров, буркеров, они вовсе не хотели ничего плохого, просто так получилось, просто так было принято. Там вот те люди, которые сегодня в России, если вы вдруг следите за российской новостной повесткой, дали Егору Жукову условный срок, они, я уверена, считают, что они хорошие люди, потому что они дали ему условный срок, а могли бы и ножичком полоснуть, да, могли бы и посадить на 4 года, как просила прокуратура, за то, что он вел блог на Ютубе и показывал в нем лягушечек. Но они вот дали ему условный срок за то, что он на Ютубе показал лягушечку у себя в видеоблоге и считают, что они хорошие люди, потому что они живут в такой среде, где действительно задавание условного приговора считается хорошим поступком. А если бы они жили в какой-то более здоровой политической реальности, то... Они бы не допустили этой ситуации, да? Да, в принципе, это бы не возникло. То есть я думаю, что люди, правда, не стремятся быть плохими, в большинстве случаев. Люди стремятся быть хорошими. Ну, если говорить о преступниках, есть такой роман у Бёрджерса «Заводной апельсин антиутопия». И там пытались насильнику, убийцу с помощью экспериментов поменять его поведение. Я не знаю, возможно ли сейчас или проводить такие эксперименты. На людях, наверное, все-таки еще нет. Действительно, с помощью вмешательства в мозг человека возможно ли как-то подействовать, чтобы какую-то разрушительную силу, существующую в нем, изменить на противоположную? Здесь скорее правильно говорить, что такие эксперименты не еще не проводятся, а уже не проводятся. Потому что в 70-е годы как раз исследователи много чего пытались сделать с людьми довольно жуткого. Пытались им вживлять электроды в мозг и таким образом их перевоспитывать. Была там совершенно чудовищная история пациента Б-19, которого пытались вылечить от гомосексуальности в 70-е годы в США и реально вживляли ему электроды в центре удовольствия. Да, и побуждали его заниматься сексом с проституткой под стимуляцией центра удовольствия для того, чтобы, значит, он поменял свою сексуальную ориентацию. Но это невозможно сделать. Ну, как показали те исследования, мозг невозможно поменять. Когда вы вживляете человеку электроды в центре удовольствия, это сильнее героина, и он у вас под этими электродами согласится делать все, что угодно. В том числе и заниматься сексом с людьми и чуждого ему пола. Вот другой вопрос, что история не очень сохранила, что он дальше стал делать, когда эти электроды из него вынули. Судя по словам исследователей в пересказе его слов, он продолжал заниматься сексом с мужчинами, но говорил, что нет, это только ради денег. Вот все говорят о том, что человек — это уникальное существо, что он наделён сознанием, существо разумное. Но в отличие от других животных, мы люди, когда появляются на свет, вернее, животные, когда появляются на свет, у них на каком-то генетическом уровне заложена информация, что им делать. Они умеют жить, они умеют охотиться, они умеют летать. Человек в этом плане такой неприспособленный, что когда он появляется на свет, что если с ним не заниматься, он даже, насколько мне известно, прямохождению не обучится. Я уже не говорю об освоении речи. Две стороны одной медали. С одной стороны, мы очень умные, и мозг наш может освоить всё, что угодно. С другой стороны, мы за это расплачиваемся невероятно долгим детством. У нас чудовищно долгое детство, чудовищно много времени требуется мозгу для того, чтобы достичь всех тех возможностей, развернуть все те возможности, которые потенциально в нём заложены. И в общем и целом, это проблема, характерная для всех млекопитающих. Мы просто самый крайний вариант. То есть у млекопитающих в принципе есть забота о потомстве, потому что в принципе им нужно как-то дозревать. И чем умнее млекопитающие, тем серьёзнее у него эта проблема. Она тяжело, например, далеко зашла у шимпанзе. Шимпанзе могут заводить по ребёнку в зависимости от условий и кормовой базы раз в три года, раз в четыре года, раз в пять-шесть. И поэтому шимпанзе всю жизнь балансируют на грани вымирания. Всё существование их вида всегда под вопросом, даже независимо от того, что там люди им мешают, вырубают их леса и так далее. Всё равно, когда вы рожаете ребёнка в дикой природе раз в четыре года, этого слишком мало для того, чтобы поддерживать численность степуляции. И вот как раз считается, что предки человека смогли ускользнуть из этой эволюционной ловушки благодаря тому, что мы изобрели любовь. Потому что, когда у вас есть любовь, то у вас появляются двое родителей. Любовь — это стимул и социальный клей, который позволяет мужчине заботиться о женщине и заодно о её детях помогать добывать им еду. И это позволяет женщине полагаться на мужчину и заводить больше детей, чем каждые четыре года. Понятно, что мы говорим сейчас про дикую природу, про племена охотников-собирателей. Понятно, что в современной реальности женщина, в принципе, и одна может прокормить больше детей. То есть, простите, да, перебиваю, вы говорите, изобрели любовь. То есть даже существование любви, оно как-то научно обосновано и продиктовано необходимостью? Ну, любовь, конечно, интенсивно изучается и экспериментальными психологами, и эволюционными биологами, и нейробиологами. Это довольно универсальное человеческое свойство. Романтическая любовь показана в большинстве известных, изученных культур. И действительно считается, что, скорее всего, её появление было очень эволюционно выгодным, именно потому что позволило сделать более эффективное размножение, несмотря на вот эти вот поддержки очень сложного мозга и очень долгого детства. Да, мы сейчас вынуждены прерваться на несколько минут, на небольшую рекламу, после чего обязательно продолжим. У нас сегодня в гостях научный журналист Ася Казанцева. Продолжаем передачу «Абонент доступен». Гостью сегодня является Ася Казанцева, научный журналист, лауреат российской премии «Просветитель». Нам пользователи задают вопросы вам в WhatsApp, какая норма поведения для человека является нормой с точки зрения их психики, эгоизм, альтруизм, желание власти или нежелание власти, многоточие. Как можете прокомментировать? А вот здесь всегда, во-первых, есть индивидуальное отличие, во-вторых, есть влияние среды. Поскольку мы видим проявление того и другого и третьего, то мы можем говорить, что норма — это некая комбинация того и другого и третьего, подверженная воздействию условий. В принципе, смысл мозга в том, чтобы адаптировать своё поведение под разные условия. Совершенно точно мы не предрасположены к тому, чтобы быть эгоистами во всех случаях, потому что наоборот кооперация выгодна, кооперация повышает вероятности нашего личного выживания и выживания нашего сообщества в целом. И это много изучают эволюционные биологи. Об этом лучше почитать не у меня, об этом лучше почитать у Александра Маркова, у которого есть несколько книг, посвящённых эволюции. Недавно вот как раз вышло новое. И, скажем, в книге про эволюцию человека он как раз много разбирает вопрос о том, почему нам выгодно быть добрыми и заботиться друг о друге. А если говорить об эволюции человека, об эволюции мозга, сегодняшний среднестатистический человек, я не говорю об учёном, он отличается от человека, допустим, на пороге 20 века? Вот если возьмём последние 100 лет. Биологически нет. Биологически нет, конечно, потому что эволюция так быстро не работает. Это скорее вопрос к людям, которые занимаются обществоведением, обществознанием. То есть, наверное, происходит некоторая гуманизация. Наверное, мы стали больше в среднем думать о правах человека, о том, как не обижать ближнего своего понапрасну. Но, опять же, это то, что мы можем наблюдать в развитых странах. И совершенно не обязательно, что во всём мире происходит так. Просто многие страны выпадают из сферы нашего внимания. Мы уже говорили о коммуникации между людьми при освоении речи, теме билингвизма. А как общаются с друг другом звери? Допустим, вот я спрашивала у вас, может ли пёс, вошедший в дом, вошедший с улицы, сообщить собаке, которая проживает в доме и не была ещё на улице сегодня днём, что вот на улице начался дождь? Смотрите, пёс не может, потому что у него языка нет. Хотя, впрочем, вполне вероятно, что другая собака, увидев, что первая собака вернулась с улицы мокрая, догадается, что это связано с дождём на основании своего накопленного жизненного опыта. Но если дать животным язык, если приучить животных использовать знаковую систему, то, в принципе, они могут обмениваться сообщениями. И в случае с обезьянами это могут быть сообщения довольно сложные. Был целый ряд экспериментов, когда обезьяны, шимпанзе, горилл, то есть высших обезьян, человекообразных, обучали языку жестов, и они использовали довольно сложные лексические единицы, в том числе и для того, чтобы рассказывать друг другу об удалённых событиях. Там были диалоги вроде «я не пойду в лес, там собаки». «Откуда ты знаешь, что там собаки?» А потому что мне рассказали другие обезьяны. Обезьяны единственные, кто обладал системой кодов и подвергался исследованиям. Другие животные никак не сообщают. Мы же слышим, что некоторые животные передают звуки. Может, без детства мы ошибочно думаем, что птичка чирикает, она что-то говорит другой птичке. Собака лает, она что-то сообщает другой собаке на её собачьем языке. То есть это неправда. Она что-то сообщает, но это сообщение с очень низким уровнем абстракции. То есть она сообщает действительно «я здесь, иди сюда, давай вместе образуем пару, построим гнездо». Ну то есть другая собака, как этот лай, она может декодировать его, да, и так же, как и… Я думаю, что едва ли есть какие-то именно лексические смысловые единицы в разных регистрах лая. Я думаю, что скорее лай передаёт эмоцию. То есть я думаю, что другая собака может по лаю первой собаки понять, насколько эта собака агрессивна или испугана, и, соответственно, предсказать, что здесь есть какая-то опасность. Или, наоборот, она радуется жизни, и лает радостно, и там всё хорошо. Вот. То есть скорее всего животные могут по вокализациям передавать эмоции, но так же, как, например, когда у вас младенец, да, есть, который ещё не умеет говорить, вы по его вокализациям довольно хорошо понимаете, радостный ли он или грустный. И, в общем, можете даже разделять на какие-то ещё более тонкие подкатегории, несмотря на то, что когда младенец агукает или плачет, то там нету лексических единиц, там нету ничего, с помощью чего он мог бы передавать абстрактные идеи. То есть когда плачет взрослый человек, он может плакать, потому что жизнь бессмысленна и экзистенциальный ужас, и мы все умрём. Когда плачет младенец, скорее всего, он плачет просто потому, что давно не видел маму и боится, что нету еды. Вряд ли он сформулирует словами. Он пока не умеет. Продолжаю задавать вам вопрос наши слушатели. Что такое психика, какова её структура и где она находится, спрашивают у вас. Мне с моей нейробиологической колокольня представляется, что психика – это некоторый, не побоюсь этого слова, побочный, суммарный продукт активности разных отделов мозга. Почему побочный? Это результирующая некая составляющая. То есть среди множества наших отделов мозга у нас есть отделы, предназначенные для работы с разными потоками информации, для реализации разных функций. Мы много обрабатываем окружающую реальность, мы много обрабатываем внутреннюю реальность, мы много сопоставляем, развешиваем данные, которые у нас есть. И у нас есть высшие отделы мозга, там есть лобная кора, в помощи которой мы как-то формируем абстрактные представления, разрабатываем стратегию будущих действий и проявляем это в виде нашей психики. Ну вот часто можно услышать у него устойчивая психика, у него неустойчивая психика. Это значит что? Это значит именно то, что вы сказали, что когда наше текущее психическое состояние, наше настроение, это всегда результирующая между разными последствиями, результат диалога между разными отделами мозга. И действительно, одно и то же внешнее событие может одного человека выбить из колеи сильно, а другого человека выбить из колеи слабо в зависимости от его относительного веса в той суммарной совокупной составляющей, которая у нас есть. То есть, если у вас вообще-то все хорошо, если у вас любимая работа, счастливая семья, достаточно денег и так далее, и вдруг у вас машина на улице окатила водой из лужи, то скорее всего вы просто посмеетесь. Придете на деловую встречу с крясными пятнами, скажете, вот какой-то придурок меня окатил водой, они тоже посмеются и вам посочувствуют. Но если, например, у вас одновременно все плохо, если вы не знаете, кем вы станете, когда вырастете, у вас мало денег, вас никто не любит, у вас нелепая работа, вы идете на собеседование и вас окатили водой, то, возможно, это вас добьет, возможно, вы вообще не пойдете на это собеседование, развернетесь, пойдете и прыгнете с моста. Поэтому хорошо, когда есть всякая стабильность. Я про это сейчас много читаю, потому что я переехала учиться в другой город и в другую страну, и это, в общем-то, довольно большой и серьезный психологический стресс, большая психологическая нагрузка, в том числе и для меня, а может быть особенно для меня, потому что у меня очень сильно, естественно, упал статус. То есть у себя на родине я звезда, автор книжек, бестселлеров и так далее, а здесь я просто студенточка и никто со мной не трожит, потому что просто у меня нет познакомых. Я поэтому много читаю про то, что называется резилинс, то есть про психологическую устойчивость, и основная рекомендация, которая везде говорится, это рекомендация о воплетении себе сети социальных связей. Мы люди очень социальные существа. Мы люди на протяжении многих-многих миллионов лет нашей эволюции были совершенно не способны выживать без того, чтобы у нас была какая-то сеть поддержки, какие-то родственники, друзья и близкие. Мы очень сильно от них зависим, и даже несмотря на то, что сегодня, в 21 веке, мы независимы от них фактически, я физически могу прекрасно жить, никого не видя вообще. Я могу писать статьи дистанционно по интернету, зарабатывать на этом деньги, заказывать себе еду дистанционно, не видеть ни одного человека. Но на самом деле, как только ты выпадаешь из социальной среды, как только у тебя сокращается количество общения, у тебя здоровье начинает сыпаться. У тебя всё время постоянно такой высокий уровень гормона стресса, что у тебя от этого кожа лезет клочьями, ты заболеваешь всем, чем можешь, у тебя нет иммунитета, у тебя повышается вероятность трака. Есть куча исследований о том, что чем лучше у человека выплатена социальная сеть, тем дольше он живёт, тем здоровее он живёт, тем выше его психологическая устойчивость. Мы, правда, в повседневной жизни даже не осознаём, насколько это для нас на самом деле важно. Я вам возражу, или, может быть, возражу ошибочно, а как же интроверты, которым лучше в одиночестве? Смотрите, как я тут недавно обсуждала это у себя в Фейсбуке, и как несправедливо написала одна девочка, комментатор, легко быть интровертом, когда ты живёшь в Москве. Интроверт — это не тот человек, которому не нужны другие люди. Интроверт — это тот человек, который относительно легче переносит относительно более низкое количество общения, относительно менее активно к нему стремится, но всё равно и у интроверта есть какие-то друзья, и у интроверта есть какие-то родственники, и если он останется вообще без них, то неделю ему будет отлично, чтобы наконец-то никто не тёргает, а через три недели он начнёт страдать, если все три недели не будет ни с кем разговаривать. Как вы справляетесь сейчас социальными сетями? Вы хотите, ну, я не знаю, интегрируетесь в то нынешнее общество, в котором вы сейчас находитесь, либо вы практикуете постоянную связь с помощью, не знаю, «Спасибо интернету» и постоянно связываетесь с своими родственниками, близкими людьми из России? Эти две вещи на самом деле совершенно не противоречат друг другу. Время от времени, естественно, я болтаю по скайпу со своими бывшими мужьями и прочими прекрасными родственниками и друзьями, но понятно, что я пытаюсь интегрироваться и в среду. Мне, конечно, намного проще, чем человеку, который уехал учиться, например, в Нидерланды или в Бельгию, в Голландию, Голландию, Нидерланды, да, во Францию, неважно, потому что здесь в Ристеле все на английском. То есть, здесь не только учеба на английском, здесь и люди разговаривают на английском и благодаря этому можно как-то с ним ознакомиться и дружить. Я никому не рекомендую езжать учиться, пусть и на английском во Францию или в Нидерланды, если он не способен говорить на местном языке, потому что будет совсем тяжело. Про обман хотелось бы поговорить. Вот, допустим, ситуация. Я иду в кинотеатр, купила билет на фильм ужасов, и вот я заведомо знаю, что я пойду сейчас, там будет расчлененка, там будут лужи крови, но я понимаю, что это все актеры, это одна большая постановка, это вообще реквизит, но все равно я боюсь и каждый раз закрываю глаза, почему вот мозг наш постоянно нас же обманывает. А почему вы вообще туда идете? Почему у вас есть вот эта потребность испытать эмоцию яркую? Ну, я не знаю, может быть, вырабатывается действительно необходимое количество адреналина, да, и который приводит человека в эйфорию, не знаю, каких чувств он достигает по просмотру, да, я абстрактно сейчас привела пример, я в принципе боюсь ужасников, знаю, что у меня есть этот страх, поэтому я не хожу на такие фильмы, но я знаю тех людей, которые боятся и идут. И причем... Ага, ну, возможно, это для того, чтобы была точка отчета, это точка сравнения, чтобы вы посмотрели на то, как людям реально страшно, и от этого меньше боялись вашей повседневной жизни. А почему мозг нам дает вообще бояться, если же мы понимаем, что вот это актер, вчера его можно было посмотреть, там, я не знаю, на дорожке красной, сегодня он переоделся и выступает в качестве страшного маньяка, и мы его с ножом бегаем за другими персонажами картины, и мы его действительно боимся. Смотрите, а мозг действительно очень легко и очень хорошо поддается разного рода обманам, потому что, как правило, ему никогда в ходе эволюции не надо было с этими обманами бороться. То есть, здесь очень яркий пример это виртуальная реальность. Если вот вы когда-то надевали очки для виртуальной реальности, то вы знаете, что они создают невероятно реалистичную картину, достоверную, даже несмотря на то, что вы понимаете, что на самом деле это всё не происходит на самом деле. То есть, если вы в очках для виртуальной реальности, вам надевают очки для виртуальной реальности, сажают вас, например, на качающуюся лавочку и показывают вам, что вы падаете с огромной высоты, то вы искренне верите, что вы падаете с огромной высоты, несмотря на то, что помните, что сидите на качающейся лавочке просто на высоте полметра от пола. То есть, мозг обманывается замечательно, потому что эволюция его к такому не готовила, Потому что если вы видите, что вы падаете с высоты То с вероятностью 99,9% это означает, что вы на самом деле падаете с высоты И нет никакого смысла делать поправку на вот эту нереалистичную, неприродную ситуацию Что может быть вы и не падаете с высоты И поэтому, кстати, виртуальная реальность обладает огромным терапевтическим потенциалом Например, она сегодня широко применяется для лечения фобий Потому что классический способ лечения фобий в когнитивно-поведенческой психотерапии Называется экспозиционная терапия Смысл в том, что если вы боитесь паучка, то вы приходите в лабораторию, а там сидит паучок живой Вы смотрите на паучка, паучок смотрит на вас, вы смотрите на паучка, паучок смотрит на вас И так часами, часами до тех пор, пока вам не станет скучно А когда вам станет скучно, то у вас происходит вот это затухание павловского условного рефлекса И вы больше паучка уже не боитесь, потому что вы переучились, что паучок — это скучно У вас не выступает, не начинается вот эта вот острая эмоциональная реакция Бывают люди, которые настолько боятся паучка, что они в принципе не соглашаются Пойти туда, где есть живой паучок И поэтому им надевают очки для виртуальной реальности, в которых есть нарисованный паучок На это они соглашаются, потому что они понимают, что он ненастоящий И постепенно они его приучаются не бояться Это могут быть даже очки для дополненной реальности, через которые вы видите реальный мир Но одновременно вам компьютер подрисовывает в этот реальный мир время от времени паучка На ваш собственный стол или в вашу собственную раковину И вы привыкаете, что они все ненастоящие И потом, когда уже видите паучка настоящего, вы всё равно по-прежнему думаете, что он ненастоящий И не боитесь А насколько возможно, что в ходе эволюции мозга Мозг действительно будет воспринимать как данность и истинность Вот эту вот точку отсчёта То есть в данный момент, если я нахожусь в комнате, я понимаю, что я в комнате, я на кресло И надевая на себя, допустим, очки виртуальной реальности Мозг точно будет осознавать, что неправда, что я падаю, допустим, в пропасть А в данный момент я сижу на кресло Это возможно или нет? Мы будем всегда обманываться Скорее всего, всегда мы будем обманываться Просто потому, что слишком радикальные перестройки всех принципов организации нервной системы Понадобились бы для того, чтобы мы могли отличать реальность, данную нам в ощущениях От реальности, которая происходит на самом деле Мне кажется, что нет Мне кажется, что никогда и никуда мы уже от этого не уйдём Потому что, ну правда, понадобится вообще всё перекраивать И непонятно, как эволюция могла бы пойти по этому пути Непонятно, как представить ситуации, в которых люди будут намного лучше выживать И оставлять потомство в том случае, если они не поддаются на уловки виртуальной реальности Чем в ситуациях, когда они на них поддаются Не очень понятно, как это могло бы выглядеть А насколько можно верить словам зоотехников, которые уверяют Что если вот в коровам, в хлеву включить Моцарта То удои увеличиваются, молоко становится даже жирнее Вот влияние музыки на мозг, оно изучено? Смотрите, ну нужно проверять данные конкретных экспериментов Как считали, правда ли такое показали Потому что, когда мы говорим о словах зоотехников Или любых других людей, ссылающихся на личный опыт То они могут выдавать желаемое за действительное В том смысле, что они могут, например, исходно оставить музыку Той половине коров, которую они больше любят Которая им больше нравится Которая и так исходно давали более жирное молоко Или, например, они могут обращать больше внимания на те случаи Когда молоко оказалось жирным В том случае, если они до этого ставили животное Моцарта И так далее В общем и целом, музыка влияет на мозг Но не столько тогда, когда мы ей занимаемся В смысле, не столько тогда, когда мы её слушаем Сколько, когда мы ей занимаемся То есть, если человек учится играть на музыкальном инструменте То да, у него обычно можно обнаружить Некоторые функциональные перестройки мозга Так же, как и от любого другого Тщательного, долгого, серьёзного обучения Скажем, повышается проведение сигналов Через мозолистое тело Это связка, которая соединяет правое и левое полушария То есть, улучшается координация движений Правой и левой руки Из-за того, что улучшается связь между правым и левым полушарием Что естественно, потому что мы её тренируем Пока играем на музыкальном инструменте Но при этом вряд ли само по себе прослушивание музыки Как-то радикально Что-то в нашем мозге меняет Это не настолько сильное последствие, как обучение Спрашивают у вас Наверное, это даже утверждение Нет, вопрос Человек создан богом, богами Или всё как-то само собой Не хотелось бы мне вообще затрагивать тему религии Я не прошу вас, чтобы вы отвечали на этот вопрос Давайте, может быть, я его как-то переконвертирую Скажите, Ася Вот среди вашего круга общения Может быть, преподавателей, биологов, нейробиологов Есть те, кто действительно верит в Бога? Ну, прямо среди моих лично знакомых нет Я слышала о таких случаях О том, что бывают люди, которые верят в Бога Но мне лично с моими знакомыми Они, конечно, не попадались На самом деле существует всемирная статистика О том, что именно биологи Это самые атеистичные люди во всём мире Они опережают физиков Они опережают, естественно, тех, у кого нет Естественно, научного образования и так далее И есть статистика о том, что чем дальше человек зашёл В своём научном развитии То есть, чем ближе он к Академии наук Тем ниже вероятность того, что он будет верить в Бога Просто потому, что в значительной степени Религия играла роль механизма, объясняющего мир Пока нам не хватало знаний Она была выгодна То важно было вводить дополнительную сущность И как раз по мере того, как знания накопились Вот эта функция религии совершенно ушла в прошлое То есть, действительно, совершенно нету Больше никакой необходимости религии Для того, чтобы, например, объяснить Возникновение человека Возникновение человеческого мозга Потому что эволюция более или менее понятна Нейробиология в общих чертах В первом приближении более или менее понятна То есть, мы оказываемся в лапласской ситуации Есть легенда, как Наполеон пришёл к Лапласу Разговаривать про его модели движения планет И спросила, где же в вашей модели Бог И лаплас ответил Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе Потому что я и так хорошо всё посчитал Я и так понимаю, как всё работает Без привлечения Бога Я сейчас недавно ходила на рождественский ужин В местную студенческую организацию И меня спрашивали, естественно Какой у меня в России Какая традиционная рождественская еда Я с удивлением поняла, что я понятия не имею Прожив 30 с хвостом лет в России Потому что ни разу никто из моих знакомых Не отмечал рождество И я поэтому не знаю, какие у них традиции Не знаю, у вас в Риге Да, у нас рождество В России рождество просто после Нового года Да, может быть, поэтому И все как-то, мне кажется, воедино Соединяют Новый год и Рождество У нас Рождество действительно 23-24 декабря Поэтому есть определённые традиции Мы выпекаем свои печенья Да, 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 есть Да, но мне кажется, это должна быть разность Действительно и за календаря Между католическими и илославными христианами Последний вопрос Передача наша подходит к концу Спрашивают у вас Можно ли мозг человека модернизировать Провести апгрейд Чтобы просто работал И не просил денег Не бастовал Не бастовал Не требовал к себе уважительного отношения Чисто раба Нет Нет К сожалению, нет Нам всегда будет хотеться чего-то ещё Мы вообще не очень умеем быть довольны И счастливы тем, что у нас есть Мы всё время стремимся к тому Чтобы как-то всё улучшать Ну, то есть, в принципе, вообще Вот главная особенность всех биологических систем В том, что биологические системы Реагируют не на модуль, а на градиент То есть нам не очень важно Как у нас дела в абсолютных чистках Нам очень важно, чтобы наши дела улучшались И нам всё время очень тревожно Если наши дела каким-то образом ухудшаются У человека вполне может быть одинаковый уровень счастья С зарплатой в 1000 долларов в месяц И в 2000 долларов в месяц Но если возрплата повышается То ему отлично Даже если она повысилась с 900 долларов до 1000 А если возрплата снижается С 2000 долларов до 1800 То тогда он очень сильно переживает Потому что негативные тренды Это очень важно То есть мы правда стремимся к тому Чтобы жизнь становилась лучше, чем вчера И, в общем-то, это секрет того Почему мы построили такую красную цивилизацию Спасибо большое У нас сегодня в гостях был научный журналист Лауреат российской премии «Просветитель» Автор нескольких популярных Научно-популярных бестселлеров Ася Казанцева Спасибо большое, что нашли время Спасибо Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!